Заходим в Zara Home, новая коллекция. Я здесь не была, наверное, недели две, и последний раз, когда я сюда заходила, здесь еще было все, ну не все, но какие-то были скидки. То есть вот так вот, чтобы полностью новая коллекция всего, я еще не видела. Красиво сервированный стол. И что здесь? Ну здесь красивые колпаки вот эти для того, чтобы ничего не садилось вот по 20 евро. Это у нас, я не знаю, такое керамическое. Вот это очень красивая секция, где очень много стекла. Здесь много техники какой-то. Zara сколько-то лет назад начала коллаборацию со Смегом. И тут периодически они продают какую-то технику, такую маленькую бытовую для кухни Смеговскую. Но то, что я смотрю, есть, мне кажется, какие-то вещи, которые из коллекции в коллекцию, из сезона в сезон, правда, переходят. Значит, вот это стекло. Что здесь? Ну есть какие-то вот эти миски внизу стоят, они уже, я не знаю, несколько сезонов. Вот, но есть что-то новое. Вот опять здесь Смег. Вот эти очень красивые с колпаками для тортика или для каких-то там, не знаю, десертов. Так, это всё то, что относится к кухне. Кстати, вот у них есть красивые для кухонных приборов. Я так понимаю, что оно, да, оно вот увеличивается. Можно как-то контролировать этот размер. Эти ящики. Отдель текстиля для кухни. Мне вообще нужно посмотреть, поискать скатерть. И вот я хочу посмотреть, что здесь есть в скатерти. Не знаю, всё подорожало. А, нет, эти очень дешёвые. 5 евро набор, но я не знаю, сколько их здесь. Эти мне не нужны. А это, наверное, дорожки. Это не скатерти. Это, наверное, такая дорожка длинная. Ну, скатерти должны быть, наверное, 50-60 евро. Вот, кстати, вот они здесь висят. И, видимо, это хлопок с сольном. Сейчас посмотрю, если найду здесь цену где-то. Вот она. А, нет, скатерть, кстати, очень приличная цена. 30 евро, только мы не видим размер. 170 на 250. Это самые маленькие. Это дёшево, это хорошее. И вот они здесь... А, они точно так же, они одинаково повесили парно. Посуда. Посуда, это она сделана, копирован такой типичный, по-моему, и в Севилье есть очень известная посуда испанская такая традиционная. Вот они скопировали этот рисунок. Ну, и так же, как старинная английская, наверное, или какой-нибудь голландский вот этот рисунок. Это очень похоже. А, вот здесь даже, кстати, остались какие-то скидки. Ну, я думаю, что это только вот это. Вон, по 3-4 евро чашки, по 3 евро пиалы. Это уже всё новое. Так, посмотрим. Ну-ка, например, вот этот. 20 евро. Такой графинчик. Стаканчики по 5. Да, никакие. Вот эти очень красивые дорожки. Очень. Ну-ка, вот эти, наверное, евро по 20. 25 евро, 50 на 160. И ещё бы увидеть их состав где-нибудь. Вот, сейчас мы посмотрим. Состав посмотрела 100% лён. Эти дорожки очень даже элегантные. Вот этот, вот эта стойка со стеклом и со всякими бокалами. Впечатляет очень красиво. Ну-ка, вот такие вот. Посмотрим, почём они. 6. И, наверное, для шампанского тоже 6. Все в одну цену. Вот такие, если кто-то любит, они для Маргариты подходят. Вот так вот их хорошо видно. Тоже 6. Ну, видимо, все бокальчики здесь. Вот этот лучше как-то, чем тот. А, вот эти уже по 7. Вот этот мне больше нравится, чем предыдущий. И вот этот для шампанского мне тоже нравится. 6. Красивый. Вот кто любит на таких ножках. Тут, конечно, стекло на стекле плохо видно. Но вот такие вот, например, по 5. Приятно. Их так прям приятно в руке держать. И вот тут вот чуть-чуть продолжается тоже скатерть идти к стилю. Вот сейчас я здесь тоже повнимательнее потом посмотрю. Кто любит с рисунками, я не очень люблю такие вот, но очень даже приятно и симпатично. Три евро стаканчик. И такой бокальчик. Четыре. Вот они. Вот здесь вот часть мебели. лампы, какие-то декоративные разные там базочки и рамочки. Ну-ка, вот сейчас посмотрим, почем вот даже, ну, большую я не буду двигать. А, нет, большую я увижу здесь. 30 евро большая вот такая стоит. И поменьше стоит 20. Вот я вижу на тех, которые как, ну, повернутые. Вот они есть в черном варианте. Подушки. На подушке обычно чехлы. Наверное, около 20. Ну, цену спрятали, конечно. Зачем людям цену знать? Такая глупость. Так. Ну, здесь вот. Все продолжается, наверное, стиль общезаровский такой бохо. Типичная, я не знаю, как в Испании, это, наверное, ебица какая-нибудь, ебица-майорка. Так вот, это линия всех натуральных материалов, нейтральных оттенков, никаких кричащих цветов. Все оно так и есть. Вот эти кресла, по-моему, мне кажется, несколько уже сезонов стоят. Столики, кстати, вот эти тоже уже продаются. Какое-то количество энное времени. Уже года два, их полтора точно вижу, 70 евро. И точно такой же. Я даже в какой-то момент думала купить. Но потом они мне по функционалу не подошли. Вот в таких есть еще, в таком светлом цвете. Зеркала, очень красивые зеркала. И очень много таких неправильной формы. Но, видите, они не очень удобно стоят. Смотреть их сложно. Я смотрю обычно, если мне надо, что-то на сайте. Ну, как всегда, большая секция с всякими диффузорами, свечками. И всем таким, вот таких никогда не было, маленькие подсвечники. Это что-то новое. И такие маленькие свечки тоже этого никогда не было. И они стоят 12 и 10 маленькие. В отделе ванной достала вот эту корзину для белья. Но мне кажется, она не очень большая. Стоит 40 евро. Но она очень такая уютненькая. И есть другая вот здесь. Но она из натурального цвета, бечевкой. И мне понравилось еще для тех, кому есть место, там поставить просто вот такая за 100 евро деревянная вешенка. для одежды. Тоже очень такого красивого. Такого цвета. Вот здесь, может быть, будет видно. Зона спальни всегда тоже очень красиво задекорирована. И вот я иду, я смотрю, хочу с такой темной каемочкой, белье. И вот я вижу. Но я хочу понять, какого оно... Сколько здесь узлов. А про узлы здесь даже ничего не написано. Не, ну качество такое, средненькое. Но вот такая каемочка мне очень нравилась. И оно стоит... А, кстати, сейчас посмотрим. Значит, это пододеяльник. Он вот такой какой-то жатый. И стоит 60 евро. А наволочки на подушке... 50... Нет, это 45 на 155 нам не нужна. Ну-ка, если здесь... Вот, 50 на 75. Две штуки и 20 евро. Ну, меня смущает то, что оно вот такое вот какое-то сжатое. Вот. Но выглядит очень красиво. Но помимо красивости нужно еще, чтобы хотя бы узлов было 300. Так... Ну, здесь все, продолжение постельного белья. Ой, кстати, новые тапочки домашние. Очень, по-моему, уютненькие. Они стоят 17 евро. Здесь из ткани. С резиновой подошвой. Очень симпатичные. Такие вот. Вот хорошее качество хлопковый сатин. Вот он, сатин. 300 узлов. Вот здесь прямо написано. 240 на 220. 50 евро. И вот это качество будет очень приятное. Это 200 узлов. Ну, это перкаль. Перкаль, он больше мнется. Этот в нем как будто чуть-чуть что-то шелкового, что-то есть. И он прям... Хорошо это постельное белье лежит. Вот это очень красивое, спокойное. И оно тоже перкаль. 200 узлов. Просто наволочка длинная. 45. А пододеяльник 220 на 220. Стоит 55 евро. Ну, вот он прям вот симпатичный. Всякие разные покрывала. Подушки. Тоже маленький остался столик со специальными ценами. Ну, это все такое детское. Покрывальцы детские. Какие-то подушечки. Наверное, пледик не знаю, что очень приятный. Такой прям совсем тоненький. А, нет, и есть нормальное постельное белье. Имею в виду, что не только детское. И вот напоследок здесь Сезар. Ой, а вот я это, кстати, не видела. Вот то, что мне очень, мне кажется, очень многим нравится, это здесь у них ручки. Ручки и разные крючочки. Ну, я смотрю, что очень много того, что было в предыдущей коллекции. Здесь две штучки 7 евро. Такие это из этого, из камня. Вот такие есть очень красивые. Но они тоже, наверное, будут... Да, они все примерно набор из двух штучек по 7 евро. И вот такие вот. Я покупала здесь ручки, и у меня они прекрасно. Ничего с ними не происходит. Здесь вот красивые крючочки можно в ванну или еще кому-то куда-то. Ручки вот такие. А, вот здесь даже какие есть. Красиво. И стоит это все дело по 25 евро. Ой, нагромыхала. И всякие разные полотенчики. Вот что бы мне понравилось. Мне понравилось это ведро. Ой, моя сумка как всегда упала. Ой, какое оно тяжелое. Я не знаю, что это. Травертин, не травертин. Мрамор, не мрамор. Какой-то камень. Ой, 30 евро. Безумно много весит. И очень недорого. Но очень красиво. Для ванной. Мусорное ведро. Я считаю, что это идеальное вот это.